Всем привет, друзья, с вами Хьюго, и мы с вами продолжаем играть в Stalker за привлечь из модов 0-3, игра на мастерство с сбором всех тайников. И в сегодняшней серии мы с вами будем выполнять довольно-таки много квестов, которые связаны с Соботой, Модолитом, и также еще с учеными. Вот, помните мне, в предыдущей серии мы с вами выполним уже первый квест, который связан с Соботой, вот, и также попытались найти артефакт, ломать мясо, но, к сожалению, у нас с вами это не получилось сделать. Вот, также мы тут с вами довольно-таки много лута нашли на складе, не свободы, а долга, вот, который нам нужно выложить. Так, я, наверное, вот этот артефакт мне тоже выложу, кровь-камня выложу, и вот эти вот все пушки, и ненужные патроны выложу, чтобы мне тут место не занимали. Так-так-так-так, стоп-стоп-стоп, вот это не надо выкладывать, потому что, кто его знает, может быть, мы на предельно такой большой, тайник, в котором просто горы лута лежат, у нас карманы просто по швам будут рваться. Здоров! Так, за вербойно вроде как ничего нового не сможет сказать пока что. Так, давайте, наверное, сходим сейчас к азоту и, наконец-то, спросим, что он там расшифровал из черного ящика. Так, сколько с меня? Так, тебе 1650. Подожди, подожди. Все нормально, у меня хватит. Хватит, я уже думаю, не хватит. Скат-4, прием, прием. Отвечай, Скат-4. Группе Скат, внимание, говорит Скат-1. При возникновении чрезвычайной ситуации, точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. А Б-28 случайно не наявлено находится, нет? Дай-ка взглянуть в углу. То есть, вот что мы имеем в сумме. И, значит, такой путепровод подземный под названием Припятидин и проходит он под городом Припять. И одна из секций заканчивается шлюзом в отделе транспортировки из завода Юпитер. Вот это здорово! Судя по записям, он сейчас должен быть закрыт наглухо. Наполнен газом и обесточен. В принципе, я могу попробовать отживить их генераторы и открыть шлюз. Только... Только вот без нормальной охраны я через территорию Юпитера перелить не соглушусь. Да и тебе бы не советовал... Ну, блин, выброс начался. Так, без пара, тройки надежных бойцов. И у тебя должна быть комбез-система защиты дыхания. А, в двух минутах там уже лежать голоса. Хорошо. Так. В принципе, больше нам ничего такого дельного не скажет. Сейчас будет выброс. Мы с вами, естественно, пойдем на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Естественно. Все знают, для чего это нужно сделать. Да, наконец-то мы с вами получили долгожданное достижение, отмеченное зоной. Так, я, конечно, хочу посмотреть, что это достижение подойдет, потому что я, честно говоря, забыл, что он вообще имеет. Так, сыщик. У нас тут несколько уже очищевок есть. Кстати, я не понимаю, в стиме, в принципе, есть зов в Пипятти. Он там стоит довольно-таки нормальных денег, там вроде как то ли 500, то ли с чем-то рублей. И там даже тупо достижений нету. Ни карточек там, ничего нету. Просто тупо игра. Тупо игра. Вот. Но в самой этой игре достижения есть. Вы смогли пережить выброс, не спрятавшись в укрытие. Вас спасали таблетки и набертики. Это оказалось неоднозначным воздействием на вашу психику. Глуби наступает странная тишина. Кажется, вы больше не слышите постоянного потока мыслей. А он что, и раньше что-ли был? Хе. Я так что-то не помню. Может быть какая-то бабка в голове у меня. Ну ладно. Так. Так-так-так-так-так. Что мы с вами хотели делать? Походу реально поток мыслей мы потеряли. Я забыл, что мы хотели с вами сделать. А, да-да-да. Точно-точно. Так. Мы дальше с вами... Дальше-дальше. Я даже не знаю. Дальше. Давайте пойдем к Луке и спросим... Насчет... Так. Я встретил так группу... Нет, ученые все-таки... Так, ученые ищут ребят для охраны. Так. Это, смотри, для какой работы. Надо просто хранить бункер. Да, конечно, я пришел своих ребят. Окей. Все просто замечательно. Так. И... Так-так. У меня есть документы с ОДВИ Питер. Так. Хотя, стоп. Здесь есть интересная зацепка. Надо бы показать эти бумажки кое-кому. Продаж. Забирай записку ремонтника. Забирай график. Так. Ну, ладно. Забирай. Все к черту. 500, 500, 500, 500. Короче, 2000 сами получили. Так. И... Так. Получим достижения. Торгуются информацией. Я, честно говоря, даже не помню то, что я получал такое достижение раньше. Какая-то бы информация не попадала в ваши руки. Вы всегда находите на ее покупателя. Ну, да, мы такие продажные мрази. Так. И чтобы мы получили полностью хорошее отношение с собой, напомню, нужно будет еще один квест. Так. Вот, да. С дядьеры. Хороший денег сталкивать. Я, дядьера. Устал с дороги, небось. Так. Ну, да. В принципе, братан устал. Я что, сколько я играю? Е-моё. Я 10 серий. Даже будет. Блин, сколько там? 12 уже. Слушай, ты очень, кстати, сюда подошел. Нужно по активных рук. Один не справлюсь. Возраст уже не тот. Вот раньше помню, что было у тебя раньше. Так. Да, чуть-чуть ерунда. Так. Что нужно сделать? Да, чуть-чуть ерунда. Пройти вдвоем по Капачи. Здесь недалеко, а там все сам видишь. Так. А, друзья, соблазоваться, не соглашаться. Так. А, то есть не хочу дергать пацанов, а меня нужно... Значит, можно, да, дергать? Вот и добренько. Мы будем стараться скучать неуспешно. Посмотрим. Там, по-моему, такой кезд будет странный какой-то с убийством, что ли, кого-то. У меня с ушкой есть, так что ничего страшного. Так, ты, главное, не удивляйся. Иди тихо за мной. Если шуметь, не... Эй, кто-то накустреляет. Понимаете? Я же, по-моему, начинаю потихоньку жалеть то, что я сюда пришел. Кстати, да. Что довольно, кстати, не очень... Мои свушки днем ночное видение. Как это отключить? Кто знает, ребят. Только хотел прочитать диалог. Уже что-то так пошло не так. Так, я... Что-то это, по-моему, все из-за моды, которые это постоянно-то слуху. Так, ну на букву он не... Он не исчезает. Товарищи, тихо, местечко, слушай. Вообще, тихо, братан. Спокойно тут. Как на курорте. Не, ну, честно сказать, это местечко и стал реально тихим, когда мы сюда пришли и поубивали здесь просто всех на нахер. Так. Так, вроде как мы здесь артефакты... Ой, фу-то, это забирали. Там мы забирали с вами. Там тоже все забрали. И здесь мы тоже вроде как все забрали. Так, ну все. Нам, в принципе, только остается... Опа. Вот так вот сделать. Потому что я помню, здесь вроде как какой-то должен быть артефактик, либо какой-то тайничок быть. Либо я просто путаю опять в каком-то моде. Потому что здесь вот в трубе какой-то тайник был. Так, черт побери, на ее залезть. Ай, ладно, черт с ним. Так, я наслышу зомби. Тупых зомби. Ё-моё, я ж теперь могу оптику двигать. Вот это, мать его, круто. Майс, минус один. Вот это снайперка, я понимаю. Точно, оптика есть. Единственное, что мне нравится. Блин, ночное видение это. Как он там называется? ПВН? ПВН, да. Конечно, прибор. ПНВ, скорее всего. Прибор ночного видения. Так, пусти меня. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Ну, я это не спорю. Я сколько раз эту стенку уже вижу. Ты был прав. Надо, кстати, реально ропогой взять, чтобы тут не париться. Просто в толпу вжарить эту и все. Сколько тут всего лишь пятеро? Два взаоскелетия. Ну, 7 пуль, в принципе. И хватит с них. Так, оптику на полную. Минус один. Опа, нам достают даже. Так, на этом паре, что-то пуль, я бы ее. Вот это было не очень, кстати, хорошо. Все, сиписос. Хороший экзик у них. Что, все, что ли? Ну, окей. А можно я залутаю? Да, вообще, просто зачешиваются до ужаса. Так, я не вижу карту из-за этого, блин, дурацкое освещение. Так, М-ка. Ладно, пофиг, я буду все забирать, потом мы с вами разберемся. Что-то как мы тут нашли у них. Сейчас по-быстрому залутаем, чтобы у нас там не ушел на Янов. Так, таблетки тут какие-то у них. Вот, блин, у наемников всегда хорошая снаряга. Постоянно хорошая снаряга у них, вот. О, да. Пушка, которая проваливается из текстуры, ее нельзя взять. Сталкер. Так, и мы тебя заберемся. Все, и, пожалуй, погнали к Яру. Ну, что я что-то понял, когда с них хрень бывает, случается порой. То есть, если мы, по идее, Яра отправим к Янам в одиночку, он, походу, не вернется. Хоть уйти и идти сколько, вот, смотрите. Ну, сколько тут, примерно, Яна войти? Минуты три-четыре. Ну, пять. Максимум. А он куда-то потом пропадет в итоге. Так, спасибо, что помог. Спасибо, что помог, дядьки. Вот, возьми. Шесть тысяч и тайник твоей, может, с вами нашли. Так. Ну, будь здоров. Так, пойдем вместе, потому что я тебя не хочу отправлять одного. Знаю, что ты куда-то пропадешь. А ты нам будешь потом в воду очень даже нужен в Припяти. Не помню, для чего, но ты будешь нужен. Так, все хорошо, он пришел. Вот, теперь нам... Ну, рассказывай, я весь вниматель. Теперь нам все сталкеры, друзья, здесь. В левой части Янова. Так, ну и... Слушаю тебя. Так, ну и думаю, что сейчас нам совпадутся тоже сломать всеми. Да, здравствуй. Так, я встретил группу аналитиков. Помнишь, я тебе говорю про этих фанатиков? Да-да-да-да-да. А так, они мирные. Так. Я встретил группу бойцов, они хотят вступить в воду. Так, бывшим аналитиков заценено, я спасибо. Мне толпа агрессивных фанатиков унижал. В смысле? Я же выполнил с вами секвесты. Как так-то, блин, братаны, вы че? Букер ученых. А че нужно сделать, а чтобы еще там получить их недоверие? Я не знаю даже. Пойди и после этого квеста уже должен взять их. А че-то не берут они. Странненько че-то, пацаны. Странно, сук. Ну ладно. Может быть, нам нужен секвест на охрану, и после этого только они готовы их принять. Сейчас посмотрим. Так, это у нас тут... Да, это все-таки кусты просто. Это просто уже обнагрел, тут без оружия бегают. О, сюда. Совсем уже офигел, да? Так, сталкеры, друзья. В свободу все пришли. Так, тут вроде как все хорошо. Все хорошо. Так, керматизация. Есть. Так, Новиков. Привет! Новиков, Новиков, Новиков. Так, кощун. Так, почини мне. Так, пока он ничего прокачать не может. Так, так, ты работаешь с вещами? Нет, просто недавно он помог мне кое-что доставить. Хорошо. Так, хорошо, значит, все. Здоровья, брата. Так, Гаррику пока что я квест не готов сдать. Думаю, что, наверное, еще в ближайшее время не смогу. Здравствуйте. Да-да, я слушаю человека. Так, я вижу, у вас нам охрана. Так, 4000 дал нам. Таблеток. Ух. Аж целых тут 7, даже 8 штук. Так, вам нужна помощь. Так, недавно наша исследовательская группа. Она состоит из местных сталкеров. Обнаживая пси-поле. Согласно результатам проведенных замеров, главная особенность этого поля не постоянный, а переменный характер. Так, перейдем к сути. Что нужно сделать? Так, сталкеры обнаружены пси-поле. Утверждаю, что там находится логов мутантов. Все херни, наверное, скорее всего. Так, впрочем, с мутантой, я надеюсь, управятся наши сталкеры. К сожалению, регулярно воздействие аномалии аномальных полей снизило общую сопротивляемость отряда к ним. Угу. Так, вы хотите, чтобы я туда пришел, да? И забрал все поле за стороны. Так, именно. Так, если у вас есть какие-то сомнения, отправитесь к Озерскому. Так, я пойду, я пойду. Я пойду, все окей. В принципе, сейчас такое время не очень хорошее, чтобы идти туда. 10 часов. А пока мы туда идем, да, все начнем делать. Там уж часов 11 будет, наверное. А, так это ты, значит, спец по норам? Ха! Ладно-ладо, не переживай. Ребята все толковые и надежные с мутантами быстро разберутся. Шуточки за 300 полетели, ну ладно. Так, у меня есть пара вопросов. Нет, у меня нет вопросов, я готов идти в туннель. Так, выдвигаемся. Ох, я даже, знаете, что... Я вспомнил, что там будет у нас. Пси-поле. У меня, в принципе, пси-защита идеальная. Ну, почти идеальная. Так, захаваем это с вами и... Как называется таблетка, которые пси-поле подавляют? Я не помню. Так, тут довольно-таки темно. Вот то, что я скажу. Я, наверное, пожалуй, включу ночные веи. Так, я тут кого-то вижу за углом. Так, сорян. Не за этим углом. Так, поделись с лутом, братишка. Просто как бульдозер в Пейде. Я разношу все. Закрюбанного родовика. Так, очень ярко. Очень, твою мать, ярко. Так, ну что, ребят, вы сейчас, наверное, будете меня прикрывать, да? Пока что буду-то срана пси-поле изучать. Ну, давай, заряжаем быстрее. Так, ну, я вообще ничего не вижу. Вообще, нема. Что-то красное происходит. А, пси-поле воздействует на меня. Блин, она довольно нехило бьет, я вам скажу. Что делать-то? А у меня и таблеток нету. У меня даже хп убавляется. А что делать-то, е-мое? Э-мое, ладно, херня. Так, пройдем. Думаю, что пока идем в зомби, не превратимся. Так. Все. Очень ярко. Гребаная аномалия летает. Здесь так сидит тайник еще один лежит. Так, таблетки, таблетки, таблетки. Патроны. Еще таблетки. Так, таблетки пятизащиты я подобрал, нет? Да, целых девять штук аж. Все, все нормально. Сейчас должно пойти отпустить. Так. Я черпабри вспомню, что произойдет. Я вспомнил. Мне сейчас нужно будет очень-очень быстро выйти. И очень-очень быстро кого-то убить. Контролер! Да твою мать, а! Осторожно! Да пройди ты, жердяй! Твою мать, а! Ух! Внутри у меня! Просто по таймингу бате затащил. Ух, хорош. Как же хорошо, что мы твои. Все, чуваки, вставайте. Должно быть нормально. Если что, вот смотрите, что у меня есть. Держите вот. Не надо. Ладно, не надо, не надо. Не надо. Так. Надо выбираться отсюда. Хорошо, погнали. Погнали из этого затона. Как можно быстрее. Ну, как я и говорил, в принципе, это полчаса где-то. У нас с оси писяц. Контролер. Вот. Вот что бы я делал без этого страйкаута с авторежимом, а? Я бы просто сейчас бы соснул бы. И все сталкивают уже так просто бы соснули. А искать новую команду, это... Да ну нафиг. Так. Я уже был одумал в этом туннеле. Зомби останусь. Так. Ты как, в норме, да? В норме. Спасибо тебе. Вот. Гляди-ка, координаты одного места. Не надо, я уже нашел это место. Извините, пацаны, залутал уже. Так. Тогда пошли в бункер. Слава богу, что мы сразу телепортируемся, а не с ним идем. А то, не дай бог, кто-то еще там нападет. Там, типа, все-таки гигант или еще кто-нибудь. Там труба вообще дела. Так. Ну что ж. Герман, где ты есть? Мы твое задание, гребанное, выполнили. А-а-а. Я добыл образец. Неужели я прошу не заставлять меня ждать? Здравствуйте, здравствуйте. Я добыл образец. Оказывается, в туннеле обитал контроллеру. Он пытался подчинить своей воле вашу группу. Но я, как герой, успел спать всех. Так. Шестичным дали выполнение квеста. Все. Полезно от меня лично все наши группы. Но и от всего человечества. Ну, от всего человечества, наверное, ты преувеличиваешь уже. Вот я заберу. Извините, конечно. Так. Постойте, сталкер. Не могли бы вы уделить еще минуточку внимания? Но даже не знаю, братан. Минуточку. Целую минуточку, но окей. С этим последним событием нам стало понятно, что уровень подготовки нашего исследования отряда оставляет желать лучшего. Вы в это же время самостоятельно смогли бы справиться с контроллером. Уже сам по себе данный факт подозрителен. В смысле, подозрителен? Я жбате. Я могу... Я... Я в какой-то серии псевдогигантов с помощью ножа убил. Вы что-то как видите. Так, к чему вы это? Так. Прелизная возможность. Вы можете постоянно не обратить глупостью. Так, продолжайте. Окей. Походу, нам предлагают довольно неплохое... Замачиваю предложение работы. Так. Сканер в аномалиях. Ничего себе. Хорошо, я вам помогу. Так, замечательно. Вам нужно... Замечательно. Вам нужно взять у новикого сканера и установить их в аномалиях кабинетов, которых отмечены на вашем ППК. А, я помню, это довольно дебильный такой кест, с которым нам еще нужно было с вами, да, положиться. Так, я должен получить сканер для связи с аномалией. Так, держи. Как мне сказал Герман, три штуки. Сколько-нибудь весят-то там. Эти гребаные сканеры. По два килограмма каждый. Это то есть шесть килограмм в итоге. Я ничего не вижу. Так, ну ладно. Шесть килограмм, в принципе, это не так уж и много. Видите, я как раз сказал то, что я в соло убил контроллера, а если бы я рассказал то, что я убил соло псевдогианта с помощью ножа, то это, наверное, бы рты пооткрывали все. Так, ну ладно. Мы сейчас тогда с вами двинем на Янов. Я, наверное, думаю то, что сейчас-то уж свобода наконец-то примет нашу бригаду монолита. Свои ряды. Потому что я не знаю, что с ними делать дальше. Я квестов больше с свободой на данный момент пока что не знаю. А я вспомню квест. Я вспомнил, который квест... Квест, который переведет все-таки меня в дружеские ряды со свободой. Сейчас мы с вами лопнем и думаю, что на этом моменте мы с вами улучшим. Уже остановимся так. Я опять забыл поставить таймер. Черт побери, сколько можешь играть, черт знает его. Я вспомнил квест, который так же идет. Либо к свободе, либо к долгу. Ничего не видно. Вот, помните, здесь какой-то был сигнал? Вот он. Квест, который очень-очень похож на квест из чистого неба, где мы спасали с вами... Опа. Нигерские разборки ночью. Где мы спасали с вами в чистом небе. Но юмиков, которые попали в пузырь. Так вот, в этой части долгу цеполивать этот грибовый пузырь. Пум. Там пять или шесть тропиков вываливалось. Так. Ух ты, у вас как будто калаше. Это я... Так, у нас перевес. Так, ну ладно, давайте бахнет ангеркулес. Думаю, что Даяна, вот она, хватит с вами дойти. Так. О, стоп. Генерал Таченко. Давайте послушаем. Да не поэзии. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот, чертов. Привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свернулся. Двоих расстрелял и себе пуры в лоб. Я теперь один. Один внутри этой толпаной аномалии. Дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а... Пенсия, да, чертовалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертв и давно. А генерал Долга Таченко сейчас войдет. Скоро. Вернет тундру матью. В места, в богатые дичью. Такая вот справедливость. Да, довольно-таки грустная история. То, что группа, собственно, генерала Таченко попала в пузырь и так и не смогла найти из него выход. Как я понял из его рассказа, то, что в его отряде так же вроде как и был сын генерал Таченко. Лейтенант. Не знаю, возможно, мне просто послушалось. Ну, в общем-то, вроде как, если я помню, после уже выполнения квеста с вот этим генерал Таченко, либо долгосты, либо свобода вам точно станет в душе теле. Точно. Я нашел КПК основателя Долга. Ах, точно, еб твою, это же основатель Долга. Вот чего, суть-то здесь вот в чем. Я и забыл то, что Таченко это основатель Долга. Мне почему-то все время думал то, что этот сам Воронин. Ладно, забейте. Интересует? Но если там не сказка и трех лет недавности. Ух ты, как, однако, все интересно было. Они тут на всю зону черепуху свою орут. На самых руках. А у тебя это показывает за достаточную сумму. Я готов купить. Так, окей, держи. Сколько это? 4 тысячи. Сик нам дали патронов. 300 штук. 300 штук нам дали. Вот, все, видите? Собота нам, друзья, стала. Вот, памятная сетки есть еще в дырявой голове. Так, я встретил группу моделитовцев. Так, они готовы оставить свободно. Так, бывшие модельцы. И даже спасибо. Эти мирные. Эти мирные. Все. Но, может, тогда и есть смысл поговорить с ними. Так, я... Может, я с ними отправлюсь? Да? Вот. Так, мои ребята готовы. Так, я с ними пойду. Сейчас мы их примем. И думаю, что на этом все. Так, и нам дали так, что за помощь в свободе костюмчик ихний. Так. Привет, ребят. Ну, и так долго мне не было. Пообщаемся. Ну, я вернулся. Жалко не ту костре. Была бы эта атмосфера довольна. С костром, тем более. Так, мой фонарик тут я на лишний. Мы уважаем свободу своих бойцов и других сталкеров. Считаем, что зона открыта для всех. И она – величайший дар человечеству. Шанс значительно продвинуться вперед в развитии. Это необходимо. Четко осознать каждому. Кому мы будем подчиняться? Жесткой иерархии у нас нет. На задание идем только с тем, кого уважаем. Но во время операции команды старшего выполняем. Беспрекословно. Ну что, еще вопросы есть? Да нет. Все нормально. Ну что, добро пожаловать в свободу. Неплохо. Отлично. То, что надо. Сейчас был просто самый офигенный момент этого всего диалога. Два человека приносят шесть комплектов одежды. Точнее, броней и свободовцев. Чтобы они переоделись мгновенно. Просто гениально. Так, ну как тебя зовут-то хоть Константин. А ты вообще какой-то, я думаю, какой-то особенный персонаж. Че, ты реально правильно поступил. И Пиплу помог, и нам подкрепление привел. Респект тебе. Что собираемся делать дальше? Так, скоро идем на станцию. Если хочешь, айда с нами. Айда с нами, я даже не знаю. Ну так, окей, пойдем. Мне, в принципе, по пути. Потому что мне надо разгрузиться как можно скорее. А то у меня сейчас ноги просто отвалятся от такого груза, который я тут таскаю. Так, я опять перегружу. Однокей. Ну что, друзья. В принципе, мы с вами провели еще довольно неплохую серию. Мы с вами сделали очень-очень много хороших дел. И уже в следующей серии мы с вами будем, получается, выполнять все квесты вот этих ученых. Там со сканерами, с артефактом. Я постараюсь, конечно, найти за кадром этот гребаный ломать мясо. Возможно, мне даже придется вернуться на Затом. Вот. И думаю, что уже в следующей серии мы с вами точно развернемся с всеми квестами. Тем более с квестами ученых. И уже будем искать отряд для похода в путепровод Припять-1. Если вам понравилось это видео, то не забудьте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Заводите нашу группу в контакте и стиме. С вами был Юго. Я желаю вам удачи. И до скорого встречи в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok